Андрей срывал мнение о начале моего выступления, я хотел начать с хорошего об этом проекте, я хотел сказать, что ребята, это хороший проект на самом деле, только он опоздал лет не сорок, поэтому аналогия с машиной времени у меня очень сильно сработала. Давайте о хорошем, я не могу спорить с решением городских хвостей о застройке данной территории, я понимаю, что если есть население, есть природа, то их соединение положительно оказывается и на жизни людей, и на жизни города. И то, что мы видим здесь, в первую очередь, как бы набережные, и озеро, и пешеходные подходы к нему, это хорошо. Сохранение здесь природы, отступ, застройки берегов, это тоже есть хорошо. Миноми в территории из озера, тоже прекрасно. Как отмечал лицензент, низкая плотность, замечательно. Обеспечение социальной полностью инфраструктуры, отлично. Там парковки плюс-минус, там я услышал порядка 40%, 50%, да, тоже допустимо. Хорошо. То есть, в принципе, вот это положительные шаги. Но теперь, друзья, как это все выглядит? Проверьте, в некоторых странах, вот это то, что мы здесь сейчас смотрим, просто запретили делать на законодательном уровне. Это архаичная схема. Посмотрите, как в этой схеме будет работать набережная. Вы формируете парк, да, куда хотелось бы уходить гулять людям. Возможно, там может работать какая-то инфраструктура, кафе, какие-то детские клубы, да. Тут же пусто, мертво. Ребята, все, что вы здесь получите, это будет просто полузаброшенная, мертвая зона, с одной дорожкой, выложенной из самого дешевого фэма. Вот это вот школа. Для кого она создана? Для жителей этого района? Как жители этого района предполагают попадать в эту школу, друзья? Тут вопрос вот этой территории. Я так понимаю, вопрос в таком времени, когда там появятся еще очередные 27-этажные дома. Поэтому паркинги, да, друзья, просто уже отмечалось неоднократно. Гулять вдоль прекрасных там 100-150 метровых площадок, 150 местных площадок паркингов по набережной. Вы что же понимаете, что это нонсенс, да? Это многоэтажный паркинг, который стоит прямо с выходом на набережную. Вместо дома с видом на озеро, да. Дома мы размещаем внутри, паркинги на набережной. Друзья, это вопрос, не кто там купили квартиры, и кто-то кого-то хочет лишить этих квартир. Это вопрос качества городской среды в будущем. Строить такой проект сейчас? Это преступление, друзья, против ваших детей, которые, возможно, будут жить в ваших квартирах потом. Завтра, поверьте, вы будете еще... Смотрите, это сейчас предоставительное преступление. Поэтому тут, как утверждает непосредственно в воде из проекта, да, 430 квартир проданы, грубо. Один дом со своего проектировщика примерно там 200-500 квартир. То есть два построенных дома могут полностью обеспечить сейчас нужным количеством квартир, вложившихся туда людей. Дальше вот эту всю структуру я бы советовал пересмотреть, переработать. Антон Маркович точно определял, что вот эти вот площадные объекты, которые представляют школу, детские садики, это большие пустые территории с выходом, опять-таки, на набережную. Они формируют у вас там мертвый периметр, который не будет работать. И два, на что хочу обратить внимание. Площадь, которая отдана под застройку, 32 гектара. Это площадь, на которой располагаются общественные и живые здания. Из общественных зданий там паркинги, школы, детские сады, торговые центры. Предположительно, они займут, примерно, по моим так быстрым подсчетам, 6-7 гектар из этой территории. Если вы возьмете цифру 400 тысяч площади квартир, поделите на остаток территории, вы получите удельно, в среднем, 15 тысяч площади квартир на 1 гектар территории. Такая плотность легко достигается при, внимание, средней этажности 10 этажей, друзья. 10 этажей. Зачем вот эта вся ненасштабная гигантомания, как бы, да? Тут же человек, где он себя чувствует между этими домами, муравьем. Зачем все эти пространства, которые брошены, они не формируют ни фронта улиц, они не формируют ни внутренности кварталов. Это просто разобщенные территории, которые потом останутся бесхозными. Мы видим это все на примере уже построенных советских районов. Зачем повторять ту самую ошибку сейчас, в 21 веке, ребят? Просто подумайте о качестве жизни будущих поколений. Я бы советовал остановиться и сейчас разрешите инвестору достроить для обеспечения своих уже взятых на себя обязательств. Дома, которые позволят перекатиться все квартирами. Остальную же часть проекта отправить на переработку и сформировать его в соответствии с критериями строительства 21 века, друзья. Спасибо. Спасибо.